Не важно, кто премьер и не важно, кто министр обороны. Андрей Медведев на РТ за 11 сентября 2023 года. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждается в помощи в распространении записываемого контента. Поехали! Когда отдельные эксперты начинают смеяться над тем, что новым министром обороны Великобритании стал Гранд Шепс, бывший министр транспорта, энергетики и промышленной стратегии, или строить прогнозы, как изменится политика Британии, это лишь означает, что эксперты просто не понимают, как устроено англосаксонское госуправление. А британская политика – это не полудурочный Джонсон или карьерист Шепс. Реальная британская политика, внешняя и внутренняя, это старые семьи, в том числе Королевская, и старые деньги, типа банка такого-то. Это кланы, структуры, банки и семьи, встроенные когда-то в деятельность Ост-Индской компании и других колониальных институтов. Пример того, что такое реальная британская политика – биография Джеймса Ле Мезюрье. Помните, он создал в Сирии белые каски, а когда сирийский кризис подзатих, выпал из окна и сразу насмерть. Вот Ле Мезюрье – это как раз представитель старого военного клана. Человек выполнял примерно одни и те же разведывательные задачи почти 20 лет. Последние годы перед смертью или ликвидацией или убийством. Он жил в Стамбуле, как мастера британской разведки XIX века, Армении Вамбери или Дэвид Уркварт – совершенно образцовый офицер колониальной разведки. Поразмышляйте, кто же ему ставил задачи? Министры менялись, кабинеты менялись, главы разведки менялись, а задачи у Британии оставались неизменными. С точки зрения британских старых денег нет принципиальной разницы между богатыми арабскими монархиями и богатыми американскими партнерами из Вашингтона. Одни – обнаглевшие бедуины, у которых нашли нефть, другие – обнаглевшие колонисты, преступники, возомневшие о себе слишком много. Британское высшее общество со времен Дизраэля совершенно пропитано сознанием империи. Какие бы мантры про демократию и равенство не озвучивались в публичной сфере, Британская империя во Второй мировой была в числе проигравших. Война добила Британию как колониальную империю. Но сейчас британские элиты есть такое мнение, пытаются вернуть былое влияние иными инструментами. Главный банк в бывших колониях от Суэца до Шанхая и Токио – это такой-то, который есть наследие Ост-Индской компании и опиумных войн. Британская ЧВК G4S в три раза превышает численно британскую армию. Элиты бывших колоний хранят деньги в Лондоне и учат детей там же. Вся Южная Азия изучает английский и играет в критит. А кто по сей день печатает гонконгские доллары? Три банка. В их числе снова тот же самый банк. И поддержка Киева официальным Лондоном – это отражение позиций элит, которые стратегически планируют светлое британское будущее. По той же причине британцы раскачивали Сирию. По той же причине они сейчас через турецкие элиты поджигают в очередной раз за Кавказе. И дело не в России, не в Иране. Транзит. Чтобы Британия крепла, нужно уничтожать любой сухопутный транзит. Морской англичане традиционно держали под контролем. Раньше с помощью пушек и фрегатов, сейчас это страховые компании, это контроль крупных портов. В отношении Британии стоит понимать, что не важно, кто премьер и не важно, кто министр обороны. Не они решают, будут ли дальнейшие поставки вооружений на Украину и будут ли британские офицеры обучать новых украинских сипаев. Перестановки в правительстве Британии не влияют на политику. Нельзя строить прогнозы на этом основании. Перестановки скорее отражают наличие или отсутствие корректировок заданного курса. То есть, как только ярого русофоба поменяют на русофоба более умеренного, это будет сигнал, что вектор и правда сменился. На время. Потому что Россия для британских элит – это вечный враг. Не противник, а именно враг. Андрей Медведев. Не важно, кто премьер и не важно, кто министр обороны.